НЕФТЯНОЙ СЕКТОР Рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, директор Фонда энергетической безопасности Сергей Пикин. Понятно, что геологические запасы у нас колоссальные. Там 28 лет, там значительно больше количества, десятилетий хватит. Только шельфовые запасы точно не являются легко добываемыми. Это как раз трудноизвлекаемые запасы. Вопрос, что если это не, в котором есть, при данной технологии может быть добыта. И второе, экономически выгодно ее добывать при данной технологии. Для того, чтобы добыча трудноизвлекаемой нефти стала экономически оправдана, государству необходимо предпринять меры по стимулированию разработки месторождений. Необходимы проекты по снижению налогов на финансовые затраты по трудноизвлекаемым запасам, необходим закон о работе малых и средних компаний на шельфе. Но эксперт уверен, говорить сейчас только о нефти неактуально. Сложно понимать, что через 28 лет ситуация на дровом рынке будет радикально другая. Сейчас постепенно в нашу жизнь ходит транспорт, транспорт на другой тяге. Но через 30 лет очевидно, что доля электротранспорта и транспорта на тяге без использования нефтепродуктов, она будет значительной. Транспорт потребляет примерно чуть больше 60% всех нефтепродуктов в мире. И, соответственно, если даже половина транспорта перейдет на другую тягу, то и нефти столько не понадобится. Поэтому здесь нужно понимать, что только на одну нефть ставку делать не следует. Понятно, что надо на текущий момент максимально много добывать, но это не значит, что мы должны все силы бросать. И то, чтобы через 30 лет тоже добывать столько же, нужно заниматься другими вопросами. И инвестировать эти деньги в другие проекты, которые в будущем давать будут. Это более долгосрочные и стабильные результаты. Правительство России Коми нефти, кажется, ни о чем и говорить больше не может. Но развитые страны уже давно активно занимаются развитием возобновляемой энергетики. Так, может, и нам пора смотреть в ту же сторону. Мы видели, насколько сильно развивалось эффект от возобновляемых источников энергии в мире до месяца 100 долларов и более. Понятно, что там были дотации, безусловно. Это не спорят, но новые дополнительные мощности становятся более и более дешевыми. То есть есть эффект масштаба. То же заседание парижского клуба, которое было в прошлом году, показало, что тренд всех развитых стран в том, чтобы уходить от ископаемого топлива, от углеводорода, в сторону более чистой технологии, они появились, чтобы двигаться в эту сторону и вкладывать это в колоссальный день. Поэтому, может быть, именно сейчас стоит все, что есть, добыть и заниматься другими вопросами, не связанными с несколькими добычей. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануни ТВ. Подписывайтесь на канал Накануни ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».